Доброе утро СтопГейм, в эфире Инфакт! Фанаты виртуальных интерактивных ужастиков, расчехляйте блокнотики! Хоть бы уже и лето, но для издательства FearDemic и сайта IGN и сейчас нашлось место для презентации Black Summer, Чёрное лето, также известное в этот раз как FearFest 2023. Посвящено мероприятию освещению хоррор-сегмента рынка видеоигр, в частности, подробностям об уже анонсированном и ожидаемом, но и новиночкам внимания также уделили. PvP-E шутер Beautiful Light про приключения на враждебной земле, решение головоломок и поиск загадочных артефактов выйдет в следующем году. Также на следующий год метят и психологическая хоррор-адвенчура Dark Fracture. Кругом кишочки, демоны, абстрактные, но для играющего явные и головоломочки с душевными терзаниями главного героя. Ed Infinitum, ужастик в антураже Первой мировой, нажил себе свежий трейлер-рок и готовится к выходу на ПК, PS5 и Xbox Series уже через неделю, 14 сентября. В тот же день релизница и Mafia-like horror Deceit 2. Платформы те же, ПК, PS5 и Xbox Series. Теперь объединяем мировую войну, но на этот раз вторую, кооперативный шутер, накидываем сверху зомбаков и получаем... Left 4 Dead... нет, Project D Beyond Order. На ум сразу приходят Left 4 Dead, Back 4 Blood и аналоги, но твист действия этой игры разворачиваются в открытом мире. Проверка концепции состоится на ПК, PS5 и Xbox Series уже в следующем году. Пульсетрикс представила страшилку Эйла. Команда обещает собрать смесь классического сурвайвл-хоррора с научной фантастикой, размыть грань между реальностью и вымыслом, а история закрутится вокруг искусственного интеллекта, вышедшего из-под контроля. Платформа и сроки выхода пока неизвестны. Геймплейным видео обзавелся и хоррор-боевик Pine Harbor. После некой катастрофы в рыбацкой деревеньке начался сущий ад. Вам предстоит бродить по дремучему лесу, помогать местным и пытаться выжить. Игра посетит ПК. А это Ривейл. Психологический триллер с упором на сюжет, исследования и пазлы. В центре истории травмирующая мрачная прошлое главного героя Вальтера Томпсона, как-то связанная с цирком. Игра будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox когда-нибудь. Есть и вот такого вида хоррор, тоже про цирк, но образца 1920-х. Blood Circus Descent into Madness. Игрокам предстоит сбежать из лабиринта кошмаров и страданий, как гласит описание трейлера, порешать мозговыворачивающие головоломки и, что самое главное, выжить. Выйдет и на Past, и на Current Gen в неназванное время. Ещё один психоужастик про ещё одну измученную душу в искажённом мире The Dark World Karma появится на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Весьма и весьма Silent Hill-ообразный сурвайвл-хоррор, но в антураже техно-нуара и из странного походончика главной героини HelloBuddy представился в геймплей на сюжетном ролике. Даты нет, но говорят скоро. Теперь на ваших экранах Unfollow, сюрреалистичный, но и гиперреалистичный хоррор о жертве интернет-травли. Выйдет на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК, а уже сейчас для пробы доступна демо-версия. Как минимум в Steam нашёл. И последний в свой список возьму вот эту игру внезапно про котика на хаверборде, но тоже с хоррор-элементами Гори Кадли Карнейдж. Возьму, потому что она, как и Unfollow, как раз обзавелась играбельным пробничком. Пока игра планируется эксклюзивно для магазинчика Steam. И это не все анонсированные и показанные на шоу игры, ещё больше трейлеров найдёте по ссылке из описания, а в качестве заманухи там же на мероприятии состоялась и череда интервью с разработчиками всей этой радости, но и грядущих хитяр вроде Stalker 2, Alone in the Dark, Silent Hill Ascension и Alan Wake 2. Ссылка та же, интервью искать на дне статьи. И пока у одних на улице праздники и фестивали, на улице Е3 только перекати поле, пустые дороги и летают газеты. А в газетах и сказано, что 2024 год в плане шоу тоже пролетает. Но вот в 2025-м, мол, постараемся взять и переосмыслить так, чтобы и вашим, и нашим было интересно. И участвовать, и смотреть. Окей. Но вместо перемотки времени на два года вперёд, откатимся назад к Gamescom. Журналисты из Еврогеймер заявляют, что где-то на просторах выставки за закрытыми дверьми и лишь избранным была показана новая консоль от Nintendo и некоторая из технодемок для неё. В числе оных отдельно отмечается улучшенная версия The Legend of Zelda Breath of the Wild, не Tears of the Kingdom. Но тоже лишь технодемка, о переиздании речи пока не идёт. Инсайдеры говорят, что следующая консоль будет поддерживать игры Switch по обратной совместимости, а эксперты, что замена Switch выйдет на рынок уже в следующем году. Ну, да что нам эти россказни, правда? Когда закрытые двери откроются, тогда и зависи. И к слову о закрытых дверях. Ещё один руководитель Skull & Bones хлопнул входной в последний раз, чтобы уступить место руководителя попытать счастье с печально известным проектом кому-то другому. По данным Kotaku это случилось этим летом. По данным Ubisoft не случилось ничего и вообще всё с проектом отлично-отлично, например. Впрочем, затем они подтвердили, что Элизабет Пеллен, работавшая над игрой с 2018-го, действительно больше над ней не трудится, однако её видение живёт и в данный момент активнейше реализовывается другими разработчиками. И в целом убеждает себя и окружающих, что смену руководства на текущем этапе это может быть даже и хорошо, и уж точно ничего плохого. Руководитель уже четвёртый, кстати. Тем временем сама сингапурская студия Ubisoft привлекла внимание профсоюза творческих медиа и издательств страны с указанием на неподобающие условия работы, отсутствие равенства среди сотрудников и ненадлежащей оплаты труда. И скоро в студии пройдёт голосование об официальном признании этого профсоюза. Всё как у людей. Косари! Чизи Фиолетовая Борода снова выдал Мастрид. На этот раз с ретроспективой старого мема, который совсем недавно решил оплатиться в видеоигру, Killer B. Боб, которому не ровнят даже Джон Уик. Настолько крутой. Вторая награда отлетает товарищу Рейтону, также за ретроспективу, но на этот раз такого явления, как заимствование идей, в частности и на примере киношных живых мертвецов. Зомби. Тема максимальна моя, не мог не наградить, раз уж довелось. Авторы блогов чекайте ЛС, а мы пока продолжим. CD Projekt Red в твиттере Киберпанка поклала видеонарезочку с демонстрацией геймплея грядущего дополнения Phantom Liberty и апдейта 2.0 для основной игры. Автор нарезки, человек с ником Match, который создаёт видеоматериалы в сотрудничестве с другими крупными компаниями, говорит, что был очень рад покаопиться с создателем Киберпанка, потому что обновки выдались, цитата, «чертовски крутыми». Что же до самой нарезки? Показали новые пушечки, дополнительные анимации добивания, стрельбу из машины и многое другое, а местами, говорят, можно поглазить и на свеженькие локации пёсего города, в котором и разворачивается действие DLC. Если верить комьюнити-директору Марчину, не угадая ударения, Момоту, дату выхода 2.0 назовут уже на следующей неделе. Итак, Payday 3. Релиз уже на носу, игра выходит 21 сентября, для покупателей золотого и серебряного изданий и того раньше, а на экране вы видите новую и вернувшуюся героинь, Перл и Джой. Джой, если играли в двойку, наверное, помните, геймерша-хакерша, фанатка Нинтендо. А вот Перл новенькая, аферистка, помешанная на планировании, которая умеет вливаться в любую компанию. Какими способностями наделят героинь, пока не раскрывается, но известно, что они обе будут в стартовом наборе персонажей сразу с релиза, помимо классической четвёрки, Dallas Chains Hoxton Wolf. Вчера разработчики опубликовали дорожную карту развития игры на ближайший год и выглядит как что-то далеко идущее, как и подобает симулятору DLC. Первое дополнение выйдет уже этой зимой, следующее весной, затем летом и ещё одна осенью. Название на экране. Помимо этого, разработчики хоть уже и показывали некоторые футажики на пятой версии Unreal Engine, но переточить всю разработку на новое двигло не успели, однако страстно желают это сделать в течение последующего года поддержки проекта. А уже сегодня ночью в Steam и программе Xbox Insider Hub стартует открытое бета-тестирование игры с целью проверить нагрузку на серверы с учётом кроссплея. Продлится до двух часов дня 11-го числа. Star Trek Infinite — это глобальная стратегия по знаменитой космической Одиссеи. Игрок сможет стать лидером Объединённой Федерации Планет, Клингонгской Империи, Ромуландской Звёздной Империи или Кардосианского Союза и привести их к процветанию. Причём не только боевым, но и дипломатическим путём, или шпионским, или другими. А среди доступных для найма героев то и дело будут светиться знакомцы из кино и сериала. Весь состав Enterprise D, как и сам корабль, разумеется, тоже на месте. Свежий трейлер доступен к изучению по ссылке из описания. Игра выходит 12 октября, предзаказ уже открыт. Ну и по старой традиции шлифанём выпуск новостями о халяве. До 14 сентября в Epic Games Store можно бесплатно забрать фэнтезийный гибрид карточной и пошаговой ролевой игры «Спелл Дрифтер», которая на нашем сайте загробастала приятную похвальность и 70% положительности на OpenCritic и в стиль. И на этом пока что всё. И хоть инфакт вернётся в эфир лишь в понедельник, на сайте stopgame.ru вы уже можете самолично проследить за всеми новостями индустрии в прямом эфире. И там же читайте наши интервью с авторами ММО-шутера «Пионер», которое оформил Александр Кудрявцев. Приятных вам выходных и доброй пятницы!